Любовь — это то, каково вы сами. Это не имеет отношения ни к кому. У вас есть все инструменты, чтобы сделать жизнь яркой и радостной. Но инструменты полезны только, если их использовать. Человек способен превратить всю свою жизнь в любовные отношения, потому что любви не требуется подпитка ни от кого. Можно просто любить. Восприятие времени очень относительно. Если сегодня вы действительно счастливы, 24 часа пролетят как одно мгновение. Вы замечали подобное? В какой-то день, когда вы очень счастливы, раз и 24 часа пролетели. Если же вы подавлены, 24 часа бывает невозможно вытерпеть, быть или не быть. Вот как бывает тягостно. Невероятно вытерпеть 24 часа — время просто замирает. Так что восприятие времени очень относительно. Вы должны понимать, если жизнь тянется долго, это просто от того, что вы несчастны. Если вы полны жизни, она чертовски скоротечна с точки зрения того потенциала, который заложен в человеке. Сто лет ничтожно мало. Все просто раз — и исчезнет. Так что зависит от вас, будете ли вы растягивать несчастье или радость. Человек способен превратить всю свою жизнь в любовные отношения. Без вранья вот этому человеку. Сделайте это для самих себя. Вы этого заслуживаете. Очень-очень важно, чтобы вы это сделали. Сделайте это одно. Вы естественным образом будете на духовном пути. Понимаете? Слишком многие на планете непорочны в вопросах честности. Им неизвестно, что означает быть честным. В то мгновение, когда вы отождествляете себя вот с этим, а там что-то другое, честность растворяется. Как только у вас появляются симпатии и антипатии, любимая и ненавистная, честность пропадает. Тогда для вас, естественно, преувеличивать. «Ах, я так люблю этого человека!» Означает, что мне нужно преувеличить различные качества в нем, а иначе любовь не продлится. Вам приходится всячески себя обманывать, что это самый прекрасный человек во Вселенной, что не является истиной, поверьте. Если бы вы просто видели их такими, как они есть, пожалуйста, осознайте, что любовь не имеет отношения ни к кому. Это то, каковы вы сами. Вы можете любить. Но вы не можете любить кого-то. Чтобы открыть то, что находится внутри вас, вы используете кого-то в качестве ключа. Давайте сломаем этот замок. Никакого замка не существует. Там есть замок? Существует ли замок на ваших чувствах? Скажите. Можете ли вы, если захотите, взглянуть на небо и полюбить их на небо? Можете ли вы полюбить дерево? Или, полюбив это дерево, я должен им обладать? Нет, просто проходя мимо, у меня любовные отношения со всем. Возможно ли это? Скажите. Потому что любовь — это то, каковы вы сами. Это не имеет отношения ни к кому. Если вы любите, то все, на что вы смотрите, выглядит прекрасным. Если же нет, все становится проблемой. Буквально все и все вокруг становится проблемой. Но ваша любовь не должна запускаться с толчка. Она должна быть на автозапуске. Вы должны уметь зажечь ее. Почему вам нужен кто-то другой для того, чтобы зажечь ее внутри вас? Потому что вы не вовлечены в жизненный процесс. Что такое любовный роман? Роман означает, что вы выбираете быть вовлеченным только в отношении одного человека. С остальными людьми — нет. Вы хотите быть человеком постоянно или время от времени? Определитесь, на полную ставку или частично. Если вы человек на полной ставке, ваше сердце будет отзываться на все. Возможно, физически вы не сможете вовлекаться во все. Но ваше сердце должно биться в ответ на все. А иначе вы лишь человек на пол ставке. Являетесь ли вы частичкой жизни? Являетесь ли вы частичкой жизни или нет? Если бы вы существовали как частичкой жизни, быть включающим стало бы для вас естественным. Если же вы здесь находитесь как индиец, китаец, американец, мужчина, женщина, вы продолжаете разделять этот мир миллионом разных способов. А потом будете стараться исправить это с помощью дипломатии. Так этого не исправить. Вы все разделили, а теперь хотите это исправить. Зачем делить, а потом пытаться это исправлять? Если просто видеть во всем жизнь, все будет решено, чтобы вы смогли увидеть во всем жизнь. Во-первых, ваша глубинная самоидентификация должна переключиться с физического тела на жизнь внутри вас, потому что материальное по природе имеет границы. Материальное всегда существует в границах, и границы необходимы для материального. Жизнь внутри нас, энергию внутри нас можно смешать, потому что она уже перемешана. Да или нет? Да. Все уже смешано. Так что нам с вами ничего не нужно делать. Если мы прекратим создавать иллюзию разделенности, жизнь уже происходит как единое целое. Не то чтобы нам с вами нужно было что-то делать, чтобы сделать ее единым целым. Все происходит как одно большое взаимодействие. В этом пространстве вы существуете не по отдельности. Вы просто часть целого, и только в вашем уме содержатся эти забавные идеи. Но эти забавные идеи перестают быть забавными. Эти забавные идеи обходятся нам в огромную цену. Самая крупная индустрия на планете — торговля оружием и боеприпасами. Следующее по величине индустрии на планете — фармацевтика. А третья — алкоголь. Одна непосредственно приводит к смерти, вторая — наполовину. А третья делает вид, что возвращает вам жизнь. Среди крупнейших нет тех, которые бы относились к жизни, к сожалению. Если бы крупной была пищевая индустрия, я был бы не против. Что-нибудь еще крупное — хорошо. Оружие и боеприпасы, фармацевтика и алкоголь — в таком порядке. Это говорит о том, где сейчас находится наша осознанность. Самое важное, что сейчас нужно сделать — это развить осознанность в человеке. Субтитры создавал DimaTorzok